Всем привет! Вы смотрите Как Так. Меня зовут Софья, а это значит, что мы начинаем. В этом выпуске мы поговорим, как устроен прогноз погоды, зачем наблюдать за облаками и как стать метеорологом. Сверьте показания датчиков температуры за окном, запишите показания барометра, возвращайтесь обратно к экрану, мы начинаем. У многих из нас день начинается с вопроса, а какая сегодня погода? Мы заходим в наш смартфон, смотрим так, ага, плюс 30 или же минус 30 в зависимости от времени года. Солнечно, без осадков, а вот завтра обещают циклон. Но как эта информация попадает в телефон? Начнем, пожалуй, издалека. Знали ли вы, что в четвертом веке до нашей эры Аристотель написал труд под названием «Метеорологика». С тех пор и до 17 века регулярные наблюдения за погодой вели лишь любители. Крупной сети станций и серьезного научного подхода не было, пока Галилео Галилей не создал термометр. И в том же 17 веке Отто фон Герике не явил ни рубарометр. Конечно, позже были созданы гигрометр, дождемер, флюгер и анимометр. И с тех пор метеорология стала шагать по планете. Но что такое метеорология сейчас и как она устроена? Действительно, даже слово «метеорология» у некоторых вызывает такое двоякое, может быть, ощущение. Часто люди путают метеорологию с метрологией, хотя метрология занимается мерами, единицами измерений, мерами весов и так далее. А метеорология, как это исследует и название самого, и звучание слова, состоит из двух корней. Метео и логос. Метео — это любое небесное явление. Логос — изучать. Таким образом, все процессы, которые протекают в атмосфере, и не только в атмосфере, это все попадает в фокус изучения метеорологов. Это очень динамичная наука, и я уверен, те, кто хоть поверхностно погрузится в нее, они обязательно в нее влюбятся. Вообще, конечно, круг задачи, круг вопросов, которые изучают метеорологию, он очень широк. И так есть те, кто занимается непосредственно наблюдениями. Это, собственно, метеорологи, наблюдатели, которые работают на метеостанциях, которые ведут непрерывное наблюдение, и этому тоже нужно учиться. Это тоже обеспечено большим количеством нормативных актов, инструкций и так далее. На основании вот этих данных также работают, например, синоптики, которые обобщают эти данные, которые используют эти данные, собранные со всего земного шара, для прогноза погоды в каждой точке. И важно отметить, что чтобы выработать прогноз погоды, например, на Казань, необходимо знать распределение метеополей практически по всему земному шару, так как поля очень динамичные, они двигаются, и к нам приносится погода, которая в настоящее время была в другом месте, с учетом некоторых превращений, энергии, трансформации, которые произойдет на пути. Важно отметить, что и наблюдатели, это некоторые могут ошибочно полагать, что наблюдатель — это лишь тот, кто выходит на площадку и делает метеонаблюдение вот теми приборами, которые некоторые из нас знают, там термометры, гигрометры, анимометры и так далее. Хотя это тоже не совсем так, метеонаблюдатель — это много шире. Так, например, наблюдения за метеополями ведутся, например, с шаров. У нас есть аэрологические зонды, которые также по всему земному шару выпускаются. И это тоже, это аэролог, это тоже такой наблюдатель, но наблюдает он не за погодой у Земли, а его интересует погода в верхних слоях атмосферы. В дополнение к этому есть также автоматические метеостанции, которые автоматически фиксируют метеопараметры, делают это часто, делают это достаточно точно, правда, фиксируют не все параметры. И теперь нужны люди, кто будут работать с этими данными, с результатами измерений автоматических систем. И вот стоит упомянуть, что помимо наблюдателей, синоптиков, есть еще и, например, климатологи, те, кто работают не собственно с данными, которые не с данными с целью прогноза погоды, а с данными с целью понимания процессов. Они обобщают накопленные ряды, накопленные наблюдателями, хотя они немножечко касаются и прогнозов. Так, например, климатологов интересует в том числе прогноз до 2100 года. Конечно, такие люди не делают прогноз на каждый конкретный день, что будет дождь или будет снег. Они говорят о трендах, они говорят о том, насколько климат той или иной территории поменяется и в какой части он поменяется, и примерно в каком десятилетии это будет наблюдаться. Таким образом, вот такой широкий круг задач и такой круг специалистов, связанных с метеорологией. В 1724 году была образована первая в России метеорологическая станция, а с декабря 1725 года при Академии наук стали проводиться наблюдения при помощи барометра и термометра. В 1781 году в Мангене было основано первое в мире метеорологическое общество. Оно снабжало наблюдателей в разных странах мира одинаковыми приборами. По его программе действовало 39 метеостанций, расположенных от Кембриджа до Урала. Им было предложено установить 4 момента проведения измерений в день. В 7, в 11, в 14 и в 21 час. С тех пор нашу планету окутала сеть метеорологических станций. В университетах готовят специалистов, а в космос запускаются спутники. Но что же нужно метеорологии еще? Действительно, на метеоплощадках используется огромное количество приборов. Притом, эти приборы, как и стандартный набор приборов, которые используются по всему миру, это обязательная программа. Но также, например, существуют метеостанции, существуют метеообсерватории, где помимо наблюдательной такой функции есть и научная функция, где перечень приборов шире. А так, например, если на метеостанциях на стандартных по всему миру наблюдают за температурой воздуха, влажностью, давлением, скоростью ветра, направлением ветра, температурой почвы, температурой почвы на глубинах и так далее, осадки и прочее, то на некоторых метеостанциях, метеообсерваториях, такая как метеообсерватория Казанского университета, есть и, например, приборы, которые позволяют нам мониторить не только метеохарактеристики у Земли, но и распределение, например, температуры и влажности по вертикали. Так, например, у нас есть метеорологический профилимер, который мониторит воздушный бассейн Казани до высоты в один километр. Важно отметить, что на некоторых станциях, где наблюдаются какие-то специфические участы, некоторые специфические явления, там и перечень приборов может несколько отличаться вот в ту сторону. Стоит отметить, отвечая на вопрос, что из этого мы используем, конечно, мы используем не данные одной метеостанции. Мы, как правило, работаем с данными множества метеостанций, не только российских, но и мировых. И вот метеорология — это та отрасль, где до сих пор действует такая вот концепция такого коммунизма. То есть мы можем получить доступ, бесплатный доступ практически ко всему. То есть у нас есть данные с метеостанций не только российских, но и зарубежных. Если нас интересует аэрология, то есть данные, которые получаются из тех самых воздушных шаров, они также в свободном доступе и очень оперативно. То есть данные за 12, вот то, что было 12 часов назад, можно уже сейчас получить абсолютно бесплатно, без какой-либо даже регистрации. Это все в открытом доступе. Также мы используем данные спутниковые в виде снимков. И, конечно, специалисту, кто работает с всем этим каскадом данных, нужно обладать многими компетенциями. Вручную это обрабатывать практически невозможно, потому что никакого времени не хватит. Поэтому, конечно, для того, чтобы работать с этими всеми данными, нужно овладеть основами программирования, например. Притом такого отраслевого программирования, где не только работать с числами и с архивами числовыми исключительно, но и, например, с графикой работать. Так как спутниковый снимок, он, как правило, представлен в графическом формате. Таким образом, конечно, каждый в зависимости от своих таких интересов может найти ту часть метеорологии, в которую погрузиться глубже. Действительно, вот вопросами мониторинга, лавинной опасности и так далее, этим тоже занимаются специалисты-метеорологи, гидрометеорологи. Именно они оценивают снегонакопление, ту массу снега, который копится на склонах. И действительно, есть такие специалисты, которые занимаются управляемым сходом лавин. То есть для того, чтобы более-менее безопасно ощущать себя в другие моменты, нужно контролируемо спустить лавину, и, собственно, тогда у нас будет время для того, чтобы снежное масло накапливалось. И это тоже мониторится. Важно отметить, что ранее существовали и отряды, военизированные отряды метеорологов, которые боролись с градобитиями. Также использовались артиллерийские орудия, пушки для того, чтобы засевать облака. То есть, по сути дела, облака, кучево-дождевые, обстреливались из пушек для того, чтобы снаряд, разорвавшись в облаке, доставил бы туда реагент. Ну, как правило, это был аргентум йод, иодит серебра, который собирал на себе капли воды, абсорбировал капли воды и осаждал их в виде дождя, не доводя их развитие до возникновения градин, которые были бы опасны для урожайности. Мы привыкли узнавать прогноз погоды тогда, раньше, из телевизора. Тогда была целая программа «Прогноз погоды». Она, в принципе, сейчас есть. Кстати говоря, а вы знаете, что самый первый прогноз погоды был опубликован в «Лондонской Таймс» 1 августа 1861 года? Его автором был Роберт Фицрой, вице-адмирал Королевского флота. Ранее Фицрой возглавлял научную экспедицию на корабле «Бигль» с участием Чарльза Дарвина. А задумывались ли вы о том, как устроен современный прогноз погоды? Спойлер, они не гадают на кофейной гуще при его составлении. Действительно, прогноз погоды — это тоже динамичная такая история в силу того, что начальные данные обновляются. То есть, если прогноз погоды вырабатывается компьютерной моделью, то данные обновляются в связи с новыми реалиями. И можно обратить внимание, что действительно и прогнозы, которые вы смотрите на некоторых сайтах, они тоже меняются. Важно отметить, что на срок до трех дней прогнозы погоды очень даже неплохие практически у всех источников. В то же время не нужно слепо доверять прогнозу, который дается исключительно компьютерной моделью. Ведь не зря существуют гидрометцентры, они существуют для того, чтобы в совокупности посмотреть на это. Синоптики используют ведь и прогнозы компьютерных моделей, но прилагают к ним еще и личный опыт, прилагают некоторые дополнительные данные для того, чтобы детализировать этот прогноз. Многие люди, кто работает на природе и сильно зависит от погодных условий, пользуются не совсем обычными приложениями с прогнозом погоды. Однажды мне даже посоветовали посмотреть там погоду. Когда я его открыла, то ничего не поняла. И даже поймала флешбек с уроков географии с момента заполнения карты. Но как же они понимают ее, эту карту? Действительно ли по карте можно понять, какая погода будет в Казани через три дня? Нет, на самом деле чтение вот этой метеорологической наноски, это действительно очень полезная вещь. Если посмотреть на синоптическую карту, она помимо пунктов привычных нам, там, рек, городов и так далее, они содержат некоторые непонятные, может быть, обывателю линии с некоторыми непонятными, наверное, подписями. А еще и некоторые стрелочки и еще там шесть или восемь значений, где там можно тоже нечто вычитать. И действительно можно, это есть и в открытом доступе, можно посмотреть метеорологическую наноску, правила ее наноски. И таким образом мы будем видеть еще и, ну, помимо там привычных температур, будем видеть и другие метеовеличины. Важно отметить, что вот часто в былые времена, особенно люди полагали, что там погода в Казани завтра будет такая, какая сегодня в Москве. Предполагая, что преобладает такой западный перенос, но все не так просто в атмосфере. И именно вот синоптические карты и понимание вот этой наноске, хотя бы первоначальное понимание, дает нам знание о том, откуда же все-таки двигается условная воздушная частица и какие характеристики она к нам принесет. Конечно, для того, чтобы учесть трансформацию этой воздушной массы на пути из пункта А в пункт Б, нужно еще дополнительные знания. Но для чисто вот такой адвективной, то есть чисто вот транспортной, такое исключительное перемещение, знания вот этой наноске вполне достаточно. И метеокарты, синоптические карты, они есть в свободном доступе. В интернете каждый из нас может их посмотреть и стать немножечко синоптиком. Как часто вы поднимаете голову вверх и наблюдаете за облаками? Какие фигуры вы видите? На самом деле наблюдение и изучение облаков имеет гораздо больше смысла и практической пользы, нежели чем просто чувство прекрасного. Действительно, мы пристально наблюдаем за облаками. За облаками наблюдают метеонаблюдатели на метеоплощадке 8 раз в сутки. И формы облаков, которые всем известны, они много о чем говорят. Кстати, форм много есть. Помимо слоистых, перистых и кучевых облаков, есть еще много переходных разных форм. И они являются, в общем-то, таким показателем того, какие процессы происходят в атмосфере. Обращаю внимание, что есть зимние формы облаков и летние. Так, например, зимой сложно увидеть кучевые облака. Это облака хорошей погоды, это те облака, которые мы наблюдаем летом. Таким образом, конечно, мы по некоторым специфическим формам облаков, по выбросам таких облаков, можем говорить о приближении атмосферного фронта. По формам облаков мы судим о их высоте. А высота облачности в некоторых случаях, ну, например, вот у кучи в дождях облаков, это нам говорит уровень конденсации. То есть, по сути дела, мы имеем некоторое представление о распределении метеовеличин в пространстве. Кроме того, климатологи также следят за облаками. Следят за облаками не только с Земли, но следят за облаками со спутников с целью оценки интегрального количества облаков на земном шаре. И оно, кстати, растет с повышением температуры глобальной, повышается количество водяного пара в атмосфере, растет количество облаков, действительно. Кстати, важно отметить, что, например, есть даже такой вид облаков, который связан с деятельностью авиации. Вот эти инверсионные следы, которые мы видим за самолетом, вот их интегральное количество, около 2% от общего количества облаков составляют вот эти вот инверсионные следы. Таким образом, это такой очень важный для нас источник информации, который мы наблюдаем не только снизу, но, как я уже сказал, и сверху тоже наблюдаем и постоянно оцениваем. Так что, и, кстати, обращаю внимание, что не бывает двух одинаковых облаков, что тоже достаточно романтично, и профессия метеоролога, как следствие, тоже достаточно романтичная. Вернемся обратно к небу. Мне лично всегда хотелось подобно самолету порисовать облаками. Но как же им это удается? Действительно, вот след от самолета, инверсионный след, и процесс его растворения в атмосфере, он тоже много о чем говорит. Говоря о механизме возникновения, отметим, что, ведь мы все знаем, что, чтобы выпала роса, например, нужно несколько охладить, то есть понизить температуру воздуха, тогда воздух достигнет точки росы, его температура достигнет точки росы, и будет насыщение, и таким образом мы увидим, например, туман. И, говоря про верхние слой атмосферы, там, как правило, очень холодно, очень низкие температуры, и при своем движении двигатели самолета несколько нагревают воздух. Таким образом, воздух, который выходит из сопла самолета, он достаточно горячий, и попадая в окружающий, по-прежнему, холодный воздух, он испытывает такое шоковое охлаждение. То есть, таким образом, он очень быстро достигает вот этой точки росы. Кроме того, нужно учесть, что в процессе сгорания в атмосферу попадает большое количество таких капелек, таких ядер конденсации, что в сумме дает вот такой вот след. Говоря о том, что за этим следом тоже имеет смысл следить, отметим, что в зависимости от того, какие процессы происходят в атмосфере, какие движения происходят в атмосфере, насколько атмосфера турболизирована, можно отметить по скорости его перемешивания, то есть, по скорости его растворения такого в небе. А теперь мы открываем окошко с интересными фактами. Первый в нашем списке – как трубы могут помочь в домашнем наблюдении за атмосферными явлениями. За погодой и за атмосферными процессами можно наблюдать и даже из своего окна и ставить некоторый диагноз. Так, например, вот часто наблюдая за трубой ТЭЦ, например, можно по факелу оценить, вот факел пара, можно оценить не только направление ветра, но и такую строчификацию атмосферы о том, как распределены метеовеличины в атмосфере. Иногда, даже наблюдая в окно, можно увидеть некоторые явления, например, вот как на днях наблюдать гало, которое тоже говорит о некоторых метеоявлениях, о морозе, о низкой температуре, о наличии кристалликов в атмосфере и так далее. Таким образом, конечно, можно и из окна проводить некоторые любопытные исследования. И так, например, вот как некоторые девушки очень любят такой красный закат. Считается это тоже таким очень романтичным. Хотя на самом деле романтики в этом немного. Такой красный закат, как правило, говорит о том, что атмосфера грязная. То есть о том, что в атмосфере большое количество пыли и именно преломление на вот этих вот частичках пыли и дает вот такой вот яркий, красный, темный даже иногда закат. Таким образом, вот даже просто без приборов, наблюдая за привычными нам объектами, можно получить достаточно много знания. В каждой профессии есть место примете или же суеверию. Например, хоккеисты не бреются во время кубковой гонки, а врачи на ночь никогда не желают спокойного дежурства, потому что знают, что случится что-то не так. А что по суевериям у метеорологов? Важно отметить, что некоторые метеорологи достаточно суеверные. Так, например, вот был ураган Катрина, который унес большое количество жертв, и больше такое имя никогда не присвоит тропическому циклону. Тоже некоторая такая вот суеверность. Вообще, конечно, имен там около ста, и они по кругу повторяются-повторяются, лишь извлекая из этого списка имена, которые допустили большое количество жертв. А вот сейчас давайте осерьезно. Почему люди идут в эту науку? Что их привлекает? И чем она прекрасна? В какой момент ученые понимают, ну, еще не будучи, конечно же, учеными, что хотят связать свою жизнь с метеорологией? Мне очень нравится в метеорологии то, что она очень широкая наука. А так, например, люди часто меняют свое такое направление деятельности. Одно время вам хочется и нравится, например, работать с синоптическими объектами, работать с какими-то картами, да, с какими-то графическими изображениями. И вы вот этим живете, вам это нравится. Может быть, с взрослением, с каким-то развитием появляется нужда, потребность и желание заниматься моделями. И тут тоже можно без смены сферы деятельности посвятить себя этому. И что важно, вот какой бы студент, условно, к нам бы не пришел, с каким бы он ни был, там, желаниями, наклонностями, способностями, талантами, ему всегда можно найти ту тему, которая будет ему интересна. А ведь, как правило, если мы выбираем тему, находим ту тему, которая интересна, он ее гарантированно доведет до успеха, доведет до защиты, а может быть, и сделает своей профессией. И такое важно отметить, что в метеорологию очень часто, в науку метеорологическую, в такую высокую уровню, в том числе науку, часто приходят специалисты из других областей, это выпускники математики, физики, химики и так далее, именно потому, что они выбрали тему, близкую к метеорологии. Разрабатывая эту тему, они приходят в эту профессию. Вот поэтому, вот это мне нравится. Нравится вот та вся ширина, широта тех задач, тех вопросов, которыми мы занимаемся. И тем, что я не боюсь, с тем, что у меня поменяется интерес, потребности, я все равно буду в этой профессии, в этой сфере деятельности, она будет востребована, интересна. Таким образом, у метеорологии, кроме того, очень большое будущее, это профессия, которая не уйдет никогда из моды, потому что погода будет интересовать всегда, всегда от метеорологов ждут некоторого прогресса, прорыва в качестве прогнозов, и действительно, научный мир пытается достичь новых и новых высот, а мы стараемся этому способствовать, и также стараемся внести свою лепту в этот общий успех. Мы уже знаем, что есть синоптики, есть климатологи, есть аэрологи и гидрологи, и многое другое. Можно работать в аэропорту или же на метеостанции в другом конце мира, или же создавать модели и корректировать программный код. Метеорология намного шире, и как же сделать выбор и понять, что тебе больше нравится, когда вокруг такое большое количество специальностей? Ну, действительно, несмотря на то, что действительно ко мне часто обращаются за прогнозами погоды, именно самим прогнозированием прямым я не занимаюсь, я лишь обобщаю те прогнозы, те модельные прогнозы, в том числе, которые вырабатываются климатическими центрами, гидрометцентрами и так далее. Сейчас важная информация для всех, кто хочет стать метеорологом. Что делать, как быть и куда поступать, если вам нравится, и вы уже видите себя в гидрометцентре? Говоря про метеорологию, действительно, если вы ощущаете в себе интерес к таким наукам, к науке метеорологии, или к исследованиям климата, экологии, атмосферы и так далее, действительно, для жителей нашей республики, и не только для жителей нашей республики, есть, например, в КФУ кафедра метеорологии, которая занимается непосредственно этими вопросами. И, конечно, поступая на обучение, можно погрузиться вот в это все с первого курса, научиться наблюдать, научиться обрабатывать и так далее. Если мы говорим про людей более старшего возраста, чем абитуриенты, те, кто там в прошлом закончили специалитет или бакалавриат, имея любое базовое образование, пока закон и порядок позволяют поступать на неродственные направления, в том числе на метеорологию, где можно глубоко познакомиться именно с этой наукой, а может быть и связать себя с такой профессией, то есть стать профессиональным метеорологом и найти свое применение в гидрометцентрах, в аэропортах и так далее. И, кроме того, конечно, если вы стремитесь не столько стать профессионалом именно в этой сфере, в смысле пойти работать в гидрометцентр или в аэропорт, именно на производство условно, то есть и огромное количество научных применений. Так, например, вот в КФУ есть карбоновый полигон, которым мы гордимся, где также происходят такие микрометеорологические уже даже исследования, где можно не только посмотреть на изменения метеовеличин в масштабах городов и так далее, в мезомасштабе и макромасштабе, а можно посвятить именно микрометеорологии, посмотреть о том, а как же происходят вот эти процессы именно на очень маленьких пространственных и временных промежутках. Метеорологу нужно знание физики, нужно знание математики, нужно знание основ географии, нужно знание основ вот такого IT или опыта общения с компьютером, так как любой архив будет именно на компьютере, нужен, ну хотя бы бытовое использование компьютера, так как синаптические карты нужно будет просматривать на компьютере, а кроме того, нужно знание основ астрономии. Таким образом, вот всего понемножку, ну и, конечно, любой прогноз должен быть написан грамотно, поэтому знание вот такого русского языка и такой лингвистики, оно тоже необходимо. Подводя итог этому выпуску, можно сказать, что метеорология достаточно широкая и интересная наука, в ней каждый может найти себя, а самое главное, постоянно развиваться в ней и каждый раз находить что-то прекрасное. На этом наш выпуск завершен, спасибо, что посмотрели его. Здесь где-то, как всегда, ссылки на наши социальные сети, где вы можете написать комментарий, предложить тему для следующих выпусков или просто поделиться смешной историей. До новых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok